Доброе утро, коллеги! С вами Исааков Роман, компания Admiral Markets и мы начинаем наше видео. Я прошу прощения за качество звука в предыдущей трансляции, поэтому мы все перезаписали заново, чтобы вы смогли посмотреть актуальную информацию. Ну, а я рад вас приветствовать на видео проекта трейдеры, проекта о настоящих трейдерах и настоящих деньгах. Напомню, что в рамках данного проекта веду торговлю на собственном счете, а значит и рискую собственными деньгами. И каждый, кто хочет торговать, должен помнить, единственное, что в трейдинге вы можете контролировать на 100% это свое отношение к риску. Полную информацию о рисках вы найдете в описании к этому видео. Ну, а моя стратегия заключается в том, чтобы не рисковать более чем 1% своего депозита и это, пожалуй, единственное, в чем я рекомендую следовать моему примеру. Вы можете получить полный доступ к статистике моей торговли, пройдя по ссылке в описании к этому видео и подключившись к счету с паролем инвестора. Ну, а у нас сегодня понедельник. Я также хотел напомнить, что у нас еще в разгаре кампания по возврату спреда, поэтому если вы еще к ней не подключились, то пройдите по ссылке в описании к этому видео и получайте меньше спред по выбранным инструментам. Это я для себя уже сделал и также напоминаю, что до конца ноября можно получать торговлю с меньшим спредом, чем он есть стандартно. Ну, а сегодня у нас понедельник, поэтому мы, как всегда, традиционно поговорим о том, с чем у нас завершилась предыдущая торговая неделя, что у нас произошло и что нас ожидает на неделе предстоящей. Также расскажу о своих сделках, которые я проводил. Ну, во-первых, давайте начнем с экономического календаря и посмотрим как раз реакцию рынка, которая произошла на предыдущей неделе. Это Non-Farm Payrolls. Здесь довольно-таки интересно сюда вернуться для того, чтобы посмотреть, то есть здесь что важно. Во-первых, мы с вами видим то, что данные вышли негативные, 128 тысяч против 172, прошу прощения, прогноза, но пересмотренное значение было как раз выше, то есть пересмотрели со 136 до 180 за предыдущий месяц. И как раз вот на данном пересмотре рынок и несколько подрос, но с точки зрения технической картины не удалось перебить, то есть настроение покупателей, все-таки рынок прошел, закрылся уже на позитивной ноте. Ну и если говорить уже о текущей неделе, то на самом деле событий волатильных интересных для рынка не так много, но здесь важно обратить внимание на данные во вторник, которые будут выходить. Данные также по нефти, которые будут выходить в среду, изменения по запасам, но это выходит каждую среду. Также в четверг будет информация по Банку Англии, здесь вряд ли стоит ожидать что-то извне, то есть скорее всего все ставка останется на прежнем уровне. Ну и также пятница, это изменение занятости населения, здесь ожидается небольшое снижение по данному показателю. Ну вот фактически все события, которые отмечены знаком важные, которые будут выходить на этой неделе, но тем не менее на них тоже нужно обращать внимание. Ну а теперь давайте быстро пройдемся по тем сделкам, которые я открывал и о тех позициях, которые я планирую также совершать на этой неделе. Вообще эта позиция, скорее всего эта неделя пройдет у меня под знаком того, чтобы удерживать имеющиеся позиции, которые сейчас, но если рынок их собственно не перевернется в противоположную сторону, но здесь я планирую их держать настолько, насколько возможно. Соответственно по евро моя идея также продолжается, это именно покупки после того, как мы закрепились выше сентябрьских максимумов, то здесь я рассматриваю свои ситуации для покупки и следующие цели для подтверждения данного сценария это закрепление выше максимальных значений, которые были в октябре и дальше движение уже в область на 1.12 и 1.13. Соответственно покупки продолжаю держать. Покупал от разных уровней, от 1.10.90, от 1.11.11 и собственно сейчас покупки продолжаю держать. Для того, чтобы быть более уверенным в данной позиции, мне необходимо увидеть закрепление выше максимумов, которые были сформированы в конце прошлой недели и если евро доллар это покажет, то здесь я уже смогу переместить свои стоп лоссы ближе к минимальным значениям пятницы и находиться в этой позиции более комфортно. Ну а если с нас сможет закрепиться ниже минимальных значений, то выйду из этих позиций, скорее всего пока буду выходить непосредственно по рынку, стоп лосс пока двигать не буду. По фунту идея точно такая же, но не было возможности присоединиться на покупку. Те, кто смотрит мои видео, уже я также об этом говорил, ситуация была не очень комфортно с точки зрения присоединения, поэтому здесь я сделок не открывал. Соответственно сейчас у нас рост по фунту он также сохраняется, поэтому здесь я ожидаю обновления локальных максимумов и продолжения данного восходящего движения. По канадцу здесь пока позиции у меня открытых нет, как одна из идей, то есть это также продолжение продаж по данному активу с целью снижения в область минимальных значений, которые мы видели летом этого года, то есть до 1.30 и соответственно сейчас сегодня с утра было сформировано закрепление ниже минимальных значений пятницы и четверга, соответственно здесь пока ну вот по текущим уровням мне входить было не очень комфортно, поэтому я поставил отложенный ордер на примерно 50 процентов движения, которое было четверка-пятницу со стоп лоссом за максимальное значение 30 числа. Соответственно если рынок скорректируется, то я получу для себя хорошую цену для входа, хороший объем и буду дальше эту позицию держать, то есть тогда в этом случае соотношение риск-прибыль здесь может быть довольно таки интересным. Стоп лосс порядка 44 пунктов, потенциальный тэк профит порядка 120, то есть 1 к 3 здесь из этой сделки мы можем получить. По паре американский доллар, японская иена здесь пока позиции не открываю, хотя сейчас мы пытаемся двигаться уже опять же в сторону роста, то есть восходящее движение, которое у нас формируется в течение нескольких месяцев, оно лишь ограничено сопротивлением на 109.02, то есть мы видим, что цена уже практически шестой раз, пятый-шестой раз подходит к данному уровню, не может его преодолеть, вот сейчас еще один рывок в данной области, он как раз формируется, что мы видим с вами на часовом таймфрейме, цена пытается закрепиться выше максимума в пятнице, что также может дать предпосылки на продолжение роста под данному активу, но пока здесь остается не рынка. Австралиец продолжает держать покупки, покупки продолжаю держать, соответственно здесь переместить стоп лосс уже за минимальные значения, которые были 31-го первого числа, я буду это делать, когда цена сможет закрепиться выше максимумов 31-го числа, то есть когда мы увидим перехай, то есть я уже смогу переместить стоп лосс. Пока сделки оставляю как есть, если цена закрепится ниже отметки 68.38, то закрою уже руками, пока его здесь перемещать не буду. Ну и общая картина по австралийству также сохраняется на рост с среднесрочным и долгосрочным целям на 70.23. Точно такая же картина с новозеландцем, столь лишь разница, что мы немножко обновили уже локальный максимум по данному активу, сейчас мы тоже на момент открытия европейской сессии корректируемся, соответственно здесь рынок он продолжает свое движение. И здесь стоп лосс я уже перенес за минимальные значения 31-го числа, так как мы уже показали обновление локальных максимумов, что собственно мне позволило и переместить мой стоп лосс по данной позиции. Сделки также продолжаю держать, если увижу закрепление ниже минимальных значений пятницы, то возможно также буду закрывать руками, но основная идея постараться держать эти сделки как можно дольше для того, чтобы получить как раз максимум прибыли от данных активов. Ну и завершим мы индексами, индексы находятся на локальных максимумах, DAX сегодня торгуется выше максимальной значения S&P, также обновляет локальный максимум, соответственно это дает предпосылки пока на продолжение роста по фондовым индексам, что в свою очередь может сказаться отрицательно на американском долларе, ну как собственно и было задумано. Поэтому здесь ожидаю продолжение роста, ну сохранение формации на роста по основным индексам, что собственно даст мне возможность держать позиции по валютам, которые у меня стоят против американского доллара на текущий момент и соответственно двигаться вместе с этим движением. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание, прошу прощения еще раз за качество звука, которое было с утра, сейчас ставьте лайки, если все в порядке, если получили всю информацию, ну и также ваши вопросы оставляйте в комментариях к этому видео, ну а я всем желаю хорошей торговой недели, не забывайте ставить стоп-лоссы, чтобы ваша торговля была максимально безопасной, а мы с вами увидимся уже в среду и посмотрим, чем завершается, чем мы подошли к середине торговой недели. Всем спасибо за внимание и до свидания.